Всем привет, с вами Деликатес, и недавно вышла игра, называется Nine Punchments, переводится как Девять Свитков. От разработчиков Frozenbyte, создателей сказки Трай. Это тоже кооперативная аркада, полная магического беспредела, и мы здесь будем играть за магов, которые магические стихии. Так, и знаете, я на сложном не буду начинать, начнем на обычной, потому что тут, ну, это не такая игра, где стараться. Очарах. Нет, я начну за новенького, ну то есть за того, кого начинал тогда. Вот иди вот эту шапочку, и вот этот посох. Как я и говорил, играть можно вчетвером. Вот такая магическая аркада. Итак, наша история началась в стенах Астральной Академии, где собрались будущие чародейцы всего света. В Академии они постигали азы магии, поднялся к нам обзором великих волшебников. Это телескоп Астральной Академии для новинцев за звездами. Учеников не допускали к новым заклинаниям, прежде чем они не овладеют в совершенстве старыми. Наконец пришла пора очередного экзамена. Противоположные стихийные чары уязвимы друг к другу, огонь и лед, жизнь и смерть, молнии и пар. Здесь вы сможете потратить полученные очки науков вашего персонажа. Чтобы получить, чтобы открыть древо науков, нажмите А. Вот мы 4 уже получили. Вот в это все и потратим. Хотя нет, одну сюда можно. Да, сойдет. Сбор зачарованных пищев перьев у Астральной Академии дело стоящее. Один раз за уровень у вас появляется последний шанс. Если все погибли, воскрешается один случайный ученик. Скачок, полезное умение. Нажмите Х и поймайте метлу. У каждого ученика Академии есть свой спектр эмоций, выражать свои чувства с помощью стрелок. Игрок один вежлив. Игрок один верит в лучшие. Вот мы и поймали метлу. И чтобы сменить метлу, это надо зайти в инвентарь. Ну так как у нас есть метла уже получше, ну то есть наш посох, мы его оставим. Так, чрезмерно утрированное изображение ректора Академии. Чтобы сменить шляпу, посох, откройте минуту снаряжения. Давайте сменим шляпу уже тогда. Вот на эту. Часть вашего экзамена по лучшебству. Не засни, вы на том уроке, глядишь, поймали бы, понимали бы, что делать. Вы прошли испытание, отправляйтесь в класс. Вы можете менять порядок заглянаний на круги чар, используйте влево и вправо. Вот так и оставим. Открывайте новых персонажей, находя их посохи и выполняя особое задание. Ваш герой может драться посохом и даже голыми руками, стоит лишь нажать ЛТ. Вы можете найти шляпы или получить опыт, открывая спрятанные по всему миру сундуки. У всех заклинаний есть время перезарядки и требуемое количество маны. Вот идем на экзамен. Ну что, мы прошли? Не видать вам следующей ступени, как своих ушей. Идите и повторите пройденное. Долго? Если понадобится вечно, будете повторять, пока не научитесь безопасной магии. Пока я не поверю, что вы не порховые бочки волшебства, которые вот-вот взорвутся. Наверное, показалось. И вот ветер развеял свитки заклинаний из Астральной Академии по всему свету. Но сообразительный студент и среди хаоса найдет повод для внеклассной практики. Всего-то им нужно выбраться из Академии и из качара, пока не соберешь 9 свитков. Первый уровень пройден. Получили немного опыта. Шаман Зверуль, я обожаю собирать посхи. Не успел прочитать. Окей. Пожалуй, ты самый безумный из моих выходок. Посмотрим. Книга-чар есть, чистая одежда есть, порционный обед есть, путеводители есть. Академия, прощай. Здравствуйте, свитки. Вот, вот это да, конечно. Короче, здесь нельзя падать ни в воду, ни за уровень, никуда больше. Так, 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 так. Нет, 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 нет. Отлично. Одну жизнь я потерял. Если умру еще раз, начну с контрольной точки. Здесь вообще нельзя никуда падать. Только если это не задумано левел-дизайну. Вот, допустим, как здесь. Также, если я упаду сверху в воду, это также будет считаться смертью. Субтитры сделал DimaTorzok. также если я упаду вот здесь в воду также будет равносильно смерти мы получили новый уровень давайте вот сюда одну очку получим мы можем плюс 3 x или чар ну потом разберемся пойдем дальше так как то так здесь больше ничего не вижу ни сундуков ничего подобного что можно подобрать идем дальше а тут кое-что уронил но я уже не могу это достать вот эта пентаграмма также наносит постепенно урон идем за первым свитком это уже было их удивление когда они обнаружили лифт ну они смысле ученики идут вместе же к оперативной игрошетке так здесь ничего не съем дальше локация прикольная чувствуется стилистика трайн и 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 удара 5 секунд после скачка отлично мы будем восстанавливать здоровье от нанесенного ущерба это очень будет спасать так прикольно можно передвигаться ой 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 я упал я говорю же вам по дизайну там если упадешь то это равносильно смерти вот так же если я упаду здесь это же будет караться смертью но почему здесь не нет невидимых стен интересно но вот хрен знает и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Еще одно перо... Вы собрали 4 из 5 перьев на уровне... Блин, где-то одно перо я еще оставил, значит... Потому как это конец... Урон пройден... Итак, выберите навыки... Прокачаем урон... Так... Как не сильна была тоска по забытым домам... А дома пляжным костюмам нужно было идти за следующим свитком Субтитры делал DimaTorzok Ну, сундучок... Шляпа Корнелия... В сундуке оказалась шляпа... Так... Ну, как я понял, шляпа не дает никаких характеристик... Обратный путь отрезан... А вон и первое перо я вижу... Получается на каждом уровне по 5 перьев... Вон еще один сундук... Венец кислый... Похоже, настало самое подходящее время для поиска новых вещей... Так, давайте возьмем... Так, какой-то человечек нарисован... Блин, мне нравится эта пентаграмма... Еще бы усилить ее... Постепенно урон это всегда круто... Тем более АОЕ... Так, вот еще перышко... Блин... Хм... Я умер от своего заклинания... Скалисты тропические берега соединились странными... Подобиями мостов... Отлично... Идем дальше... Отлично... Блин... У меня... ...вот эта штука не откатилась... Достижение Снежная Буря. Угу. Так, куда теперь? Никаких перьев не вижу, в принципе. Так, так, так. Четыре из пяти нашли перьев. Блин, а вот этот конец уровня, где-то одно перо все-таки я не нашел. Опять? Синий клейер устанавливает ману. Без сомнений, один из неуловимых свитков был совсем рядом, но кто мог знать, что их поджидало на пути? Так же надо посмотреть и других персонажей. Их тоже много. У каждого свой набор магических способностей. О, это будет босс. Любой путник остановится здесь, как вкопанный, поражаясь красоте открывшегося вида. Потерянный свиток привлек чудовищное создание. Видео, не сомнение, поражаясь красоте открывается. Что за это? Цкаридный ратища! Блин! Так, окей, собрались! Ой! Ааа, блин, как это бесит! Почему нет там невидимых стен? Они там должны быть! Который, кто-то обмирает на землю. Кого-то, каким-то ужасным образом, тоже было бы виноват на панели. Продолжение следует... Продолжение следует... Ничего нет... Вы открыли нового персонажа... Окей... Так... Выберите свиток чар... Маленький недолговечный круг магии жизни... Все казавшиеся в нем цели излечиваются... Ну, прикольно, конечно... Это нам нужно будет... Огненный тотем создает вращающийся огнедышащий тотем... Блин, ну... Не знаю... Который наносит отдельные цели морозный урон... Тогда можно вот это прокачать... Поскорее бы всем рассказать, как я победил этого рака... Ха-ха-ха... Ой... Ну... Излечились? Пойдем дальше... Пойдем дальше... Пойдем дальше... Пойдем дальше... Пойдем дальше... Не знаю тебе... А вон спрятанное перо... Так, надо будет потом персонажа поменить... о сундук самым неприметным месте вот камера конечно неудобная вообще неудобная Так, здесь ничего не спрятано? А, вот. Пёрышко. Два из пяти. Как не жаль, соследование змеиного храма пришлось повременить, ведь прямо сейчас их ждали свитки. Чёрт. Блин, там, оказывается, конец уровня был. Окей. Чародеи не обгорают. Чёрт. О-оу! ну хоть и магии заморозили много заклинаний теперь как-то и все а а черт я лечу его были на них тоже действует sadly, there was no time to explore the ancient snake temple for there were missing parchments to be found так, главное не упасть, все отлично блин, это всего лишь вода, а теряется все здоровье вот это мне вообще не нравится ну, нет ну, нет Эй! Ааа! 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 Так что заново посох. Охрен его знаю, слушай. Что тут его нет? Может это такой же посох? Что тут его не может? ВСХЛИПТЫ 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 О! Разобрались! отлично Субтитры сделал DimaTorzok 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 Да, а нет, а на этих действует? А, у них щит? Ого, как быстро! Чтобы не поставил в глуши подъемники, он любит жуткие орнаменты и скрипучие звуки. Они обнаружили в этой глуши что-то особенное. Открыто собраны перьями посох Василька. Блин. Вот он. Плюс 20 к скорости восстановления чар. Плюс 50 к шансу перезарядки случайных чар при скачке. Круто. Давайте возьмем. Открыто. 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 так здесь побег нельзя а он еще сундук просто опыт ну ладно так перейли здесь нет поднимается наверно что а и 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 здесь ничего не спрятано кого аккуратненько здесь можно упасть но падать по сюжету можно ого перышко чуть не забыл я его увидел мельком глаза так 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 там вроде ничего да и от конец уровня вот такая сказочная игрушка защита от стихий и практика плюс 2 ксель чар с 4 завида в чар ну крутая вещь юный лорд каждое сотворенное заклинание увеличивает силу чар на 8 пациентов в течении 10 секунд атаке ближний бой наносит двойный урон замороженным целям вечер на курорте так я предлагаю закончить на этом серию всем спасибо за просмотр пока